После передачи бывшего военного городка Петровская в муниципальную собственность, здесь начались активные работы по благоустройству. Сейчас во дворе дома номер 130 завершается ремонт. Скоро здесь появится новая парковка, скамейки, урны, положен асфальт. Правда, из-за проливных дождей сроки сдачи перенеслись. И теперь всё должно быть закончено ближе к концу месяца. Сделан плац, сделана сцена. Это как раз уже те дополнительные пожелания жителей, которые были учтены при наших дополнительных встречах. И когда Олег Владимирович встречался с жителями, согласовывая дорожную карту, постарались по максимуму всё отразить. Но, как говорится, нет предела совершенства. Вот сейчас тут опять встречались с жителями, появились уже новые предложения на следующий год. А такие предложения уже есть. Ведь план благоустройства городка, так называемая дорожная карта, рассчитан на три года. Жители дома 130 предлагают снести полуразвалившуюся постройку, что находится прямо под окнами, и на её месте разместить необходимые объекты. В своё время в дорожную карту не были внесены коррективы по строительству, благоустройству, спортивной площадке этого дома, детской площадке. Кроме того, дорожная карта предусматривает не только обновление дворовых территорий, но и капитальный ремонт самих домов. Дом уже 130-му 30 лет, с 85-го года уже, 31-й год пошёл. Ни разу и не делалось никакого ремонта капитального. Трубы там уже в подвале гнилые, стояки все гнилые. В рамках ремонта жилого фонда, в том числе и в 130-м доме, должны сделать новую крышу. В домах размерами поменьше старый шифер уже заменили на металлочерепицу. Также запланированы фасадные работы. Стоит отметить, что Ленинский район вошёл в областную программу ремонта жилого фонда и первые деньги на Петровское уже выделены. Проведён ремонт котельной. Это главное самое. Это тепло. Потом у нас во всём городке заменён трубопровод воды. Представляете, горячие. Это те трубы, которые лежали вообще здесь 30 лет. Там уже ни на что они были не похожи. Вот всё это было заменено на новые современные трубы. На настоящий момент сделано три дворовые территории. Между домами 54 и 67 появились современные детская и спортивные площадки. И местные жители уже начинают привыкать видеть в своих дворах не только старые покосившиеся сараи и теплицы. Дмитрий Книга, Владимир Андрианов, Екатерина Чернышёва, Видное ТВ.